То есть все-таки Альфа и Сбер, они первые сейчас на рынке ДБО. Тинькова я сюда не беру, он, конечно, замечательно разрекламирован, но это банк с очень ограниченным количеством услуг, и поэтому сравнение всегда некорректное получается. Вот. Я не думаю, что в ближайшие два года будет какой-то прорыв. То есть скорее все будут сейчас сконцентрированы. Те, у кого очень богатая и развитая функциональность, типа вот Альфы, они будут сконцентрированы на интерфейсах, там на продвижение, на какое-то наращивание лояльности, да, опять же. Все остальные банки будут пытаться догнать, ну, мы входим, к сожалению, в их число, будем пытаться догнать функциональность, по функциональности, которая уже становится привычной на рынке для пользователей. То есть каких-то прорывов за исключением того, что может быть кто-нибудь там первым успеет сделать действительно хорошую работу с личными финансами, то есть это и учет финансов, и рекомендации, потому что сейчас у всех это достаточно в зачаточном состоянии. То есть может быть вот это выстрелит. Но остальные какие-то новые технологии, которые, например, мы можем видеть на Западе, какие-то инновации появляются, они у нас, ну, слишком на маленькую аудиторию рассчитаны. То есть типа вот пампереводов, да, в мобильном приложении, это прикольно, классно для продвижения, но это не на массовую аудиторию. Спасибо, Наталья. Спасибо, давайте поблагодарим. Спасибо, Роман. Спасибо, Наталья. Я хотел бы слово предоставить Алексею Захарову. Пожалуйста. Спасибо, Наталья.